На данный момент принимаются меры по нераспространению болезни по стране. Установлено, что трое граждан, у которых обнаружен коронавирус, прибыли рейсом авиакомпании Air Arabia в аэропорт Манас. Они прилетели чартерным рейсом 12 марта. На борту находились 135 пассажиров, 90 из них найдены и помещены в обсервацию. По распоряжению главы Сузакской райадминистрации, в Сузакском районе вводится режим чрезвычайной ситуации. Вице-премьер-министр Алтанай Мурбекова подчеркнула, что все 135 человек, которые прилетели в Кыргызстан, будут найдены и обязательно помещены в обсервацию. Это стандартная процедура, которой следует все страны мира. По ее словам, в Умрум ездили граждане из разных областей, и все их адреса и контакты есть. Сначала люди будут помещены в карантин, далее будет изучаться круг лиц, с которыми они контактировали. Подробности у Калии Душибаевой. В Кыргызстане зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Инфекция выявлена у трех человек. Речь идет о трех кыргызстанцах, которые прибыли в страну 12 марта после совершения малого хаджа в Саудовской Аравии. Возраст их разный – 70 лет, 62 года и 46 лет. Их состояние на сегодня удовлетворительное. Сегодня у них температура стабильная, к аппарату они не подключены. Идет просто наблюдение за ними. Раз никакой клиники нет, значит, будет проводить только наблюдение за мицами. Хотя они говорят, что я абсолютно здоров, не кашляю, отпустите. Но есть соответственный алгоритм, регламент, и врачи должны держать до 14 дней. На данный момент принимаются все меры по нераспространению болезней по стране. Вместе с заразившимися COVID-19 прилетели 135 граждан. Все они выявлены и помещены в обсервацию. Также выявляются лица, контактировавшие с зараженными. Принимаются все меры, направленные на ограничение распространения вируса среди населения, отслеживание контактных лиц. Поэтому оснований для паники нет. Все службы работают в усиленном режиме. У нас имеется достаточной силы и возможности для дальнейшего противодействия данному вирусу. Врачи подготовлены и успешно функционируют в лаборатории. Эти случаи не стали неожиданностью для нашей страны. Мы готовились к подобному развитию событий на протяжении трех месяцев со всеми министерствами и ведомствами, тесным сотрудничеством с Всемирной организацией здравоохранения и другими партнерами. Также в Минздраве отметили, что на сегодня достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких. В ближайшее время будут закуплены еще 200. Да, сегодня вот есть уточнение. 624 ЭВЛ аппаратуры в нашем стране есть. Еще дополнительно по линии Всемирного банка, я уже говорил об этом, что 200 аппарат ЭВЛ намерены мы закупить. В достаточном количестве тест-системы. Большое количество тестов предоставляет Россия, Япония, Турция и Корея. По моим данным, есть около 7 тысяч тест-систем. То есть 5 тысяч тест-систем мы получили от Российской Федерации и от других международных организаций. Но их мало, мы где-то 200, где-то 1000, где-то 500 вот так получаем. На сегодня я считаю, достаточно. И сегодня Крыхстан ввел ограничения на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. С 12 ночи 19 марта вводятся временные ограничения на все КПП на въезд в Кыргызстан всех иностранных граждан и лиц без гражданства до официального открытия. Между тем будут действовать исключения, которые коснутся дипломатов, членов их семей, представителей международных организаций, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. Помимо этого, исключения коснутся иностранных граждан, которые являются членами семей граждан Кыргызстана. При условии документального подтверждения факта близких родственных связей, супруг, супруга, их родители, дети, бабушки, дедушки или имеющих постоянное вид на жительство Кыргызстанской республики. И при этом Министерству иностранных дел Кыргызстанской республики приостановить оформление въездных виз всех категорий гражданам иностранных государств и лицам без гражданства, планирующих посетить Кыргызстанскую республику. В Минздраве напоминают, что гражданам Китая удалось победить вспышку коронавируса благодаря дисциплиням. В ведомстве призвали народ Кыргызстана не паниковать, не терять бдительность и придерживаться правил гигиены. В конце недели, 21 марта, страна отметит Норос. В ведомстве рекомендует гражданам не посещать места массового скопления людей и желательно провести праздник дома в кругу семьи.